МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ближе к концу списка, по итогам года, Росстат поставил Прикаме в аутсайдеры по основным макроэкономическим показателям. Падение цен, по данным экспертов в Перми, проседает сегмент вторичного жилья. Инициативы из территории в Прикаме могут расширить возможности заготовки древесины для муниципальных нужд. Новости на РБК Пермь. Пермский край оказался в числе регионов и аутсайдеров. По основным макроэкономическим показателям 2016 года аналитические данные публиковало агентство Реорейтинг. Оценка велась по таким показателям, как индекс промышленного производства, объем работ в строительстве, оборот розничной торговли и реальные денежные доходы. По всем показателям, падение произошло в 10 субъектах России. В Пермском крае наиболее существенно упали денежные доходы населения более 15%, что является одним из самых больших сокращений из всех субъектов России. 83 место. Серьезное падение, отмеченное в сфере строительства, почти 14% и 67 место по стране. Положительную динамику по всем ключевым социально-экономическим показателям продемонстрировал только один субъект, это Республика Дагестан. Цены на рынке вторичной недвижимости в Перми уменьшились примерно на 20%. Такие данные по сравнению с 2014 годом приводит международное агентство Century 21. Падение эксперты наблюдают и в других сегментах недвижимости. На коммерческой площади цены упали почти на треть. По данным пермского филиала агентства, большое количество сделок было заморожено. Примерно такие же тенденции эксперты наблюдают и в сегменте загородной недвижимости. Одна причина, она еще была до всех этих событий 2014 года. Она связана с тем, что очень многие заемщики банков, они переходили, еще когда была понята тенденция, что заемщики переходили от взятия новых долгов, новых ипотек, к закрытию стафф. А вторая причина и основная, она, конечно, более прозаичная. Она видна сейчас везде в России, у людей просто нет денег. По мнению экспертов, цены на недвижимость могут продолжить свое падение. При этом, согласно данным, которые приводит аналитическое агентство Медиана, цены на жилье первичного рынка с начала года немного, но все же растут. В среднем стоимость увеличилась на полтора процента. Впреками могут расширить возможности заготовки древесины для госнужд. Перечень предоставления предложил увеличить глава Черденского района Андрей Ламон. Предложение было внесено в Краевой парламент в начале недели. Планируется расширить список государственных и муниципальных нужд по заготовке древесины для строительства и ремонта жилых помещений. Авторы предполагают, что инициатива должна простимулировать строительство муниципального жилья. Сейчас из-за отсутствия конкуренции и наличия большого спроса на жилые помещения в Черденском районе стоимость квадратного метра вторичного жилья составляет более 25 тысяч рублей. И по стоимости сопоставима или даже превышает цены в новостройках. Поправки должны приблизить цены к средней стоимости квадратного метра по краю около 17 тысяч рублей. Предлагаемый проект изменений в закон будет рассмотрен Комитетом по промышленности, экономической политике и налогом Законодательного собрания региона. Филиал Росгостраха в Пермском крае за год увеличил объем своих выплат по региону на 15%. Об этом рассказали в самой компании. По итогам 2016-го собрано более 4,5 миллиардов рублей. Доля рынка Росгостраха в Прикамье в розничном сегменте превысила 40%. Выплаты в 2016-м превысили 2 миллиарда. Большая часть из них по страховым полисам ОСАГО более 1 миллиарда 140 миллионов рублей. Рост на 100 тысяч за год. В прошлом году компания также урегулировала 3 массовых убытков Прикамье. Причиной двух из них стали масштабные паводки в Кудымгарском районе и Коми-Пермятском округе. Третий был вызван ураганом в Куединском районе. Общая сумма выплат более 37 миллионов рублей. Летом в компании отмечали резкий скачок обращений. Тогда они как раз связывали это с началом выплат пострадавшим во время паводка. Рубль дешевеет на фоне обвала нефтяных цен. Накануне курс Brent ушел к уровню 53 доллара за баррель. Доллар отметился широкомасштабным ростом. На международном рынке значительный и неожиданный рост запасов сырья в хранилищах США усилил опасения относительно скорого достижения баланса спроса и предложений на глобальном рынке, говорят аналитики. Ключевым событием четверга является заседание Европейского центробанка. Эксперты полагают, глава ЕЦБ Марио Драги вызовет своей речью сильные ценовые колебания на валютном рынке Форекс, а через них на нефть и рубль. Лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает Мештоп Энергобанк 58.75, по продаже Банк Нейва 58.99. Лучшее предложение по покупке евро в БКС Банке 62 рубля ровно, по продаже в Банке Нейва 62.20. Следите за развитием событий вместе с РБК. Следующий выпуск новостей уже через час. До встречи. РБК Пермь. Ракурс. Лесная биржа. Старт работы. Сегодня в 16.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова